Наверное, каждый из нас в детстве мечтал встретить волшебника, который бы предложил «загадай любое желание, все исполню». Не знаю, что бы я загадал, если бы у меня была такая возможность. Кто-то мечтает о собственном доме, кто-то мечтает иметь миллионы, жить в Рио-де-Жанейро. У каждого свои мечты. Но однажды в истории был такой случай, когда человеку представилась возможность загадать любое желание, и было гарантировано, что оно исполнится. И он загадал желание. Знаете, какое? Он захотел мудрости. Интересно, правильно ли он поступил? Давайте мы порассуждаем о жизни этого человека. Его звали Соломон. Порассуждаем о мудрости. Действительно ли мудрость является самым ценным, что стоит желать? Будем читать, дорогие мои, из второй книги «Паралипоминон» текст, который записан в первой главе седьмого стиха. Вторая книга «Паралипоминон», первая глава седьмого стиха и ниже. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи, Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земный, то ныне дай мне мудрости и знания, чтобы я умел выходить выходить пред народом Сим и входить. Ибо кто может управлять Сим народом Твоим великим?» Явился Бог и сказал «Проси, что дать тебе». Интересно, как бы мы отреагировали, если бы к нам явился Господь и сказал «Ну, проси, все дам тебе. Одно единственное желание. Что бы вы выбрали?» Может быть, настоящий одессит выбрал бы здоровье. Может быть, кто-то решил, что больше всего надо деньги или власть. Вот имея власть, я буду все иметь. У каждого, может быть, есть свои мечты, свои представления о том, что можно просить, если бы действительно Бог явился и сказал, и на полном серьезе сказал «Проси все, все, что хочешь». Но вот только одно. Соломон только-только воцарился. Это был молодой человек. Ему не было еще 20 лет, когда он воцарился вместо отца своего на престоле. И когда он воцарился, он обратился к тому, чтобы навести порядок в царстве. Почувствовал, что он уже укрепился на престоле, что все уже в порядке, все хорошо. Он понял, что надо идти к Богу и благодарить Его за эту великую милость, которую он получил, за те обещания, которые Бог дал отцу его, Давиду, что сын его, Соломон, будет сидеть на престоле Израильском. Соломон приходит к жертвеннику, приносит большое количество жертв, тысячу жертв он принес. Невероятно много животных было заклано. Можно только представить себе, что там делалось, когда возносились эти тысячи всесожжений. И после этого Бог является ему и предлагает «проси все, что хочешь». И Соломон просит мудрости. Он просит мудрости, чтобы управлять этим многочисленным народом. Правильно ли он сделал? Действительно ли мудрости надо было просить? Сегодня с высоты истории мы, конечно, понимаем, что он прав, что он действительно просил то, что надо просить. И Бог очень поддержал его и очень так ярко ответил ему на эту просьбу. Сказал Господь Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. При мудрости знания дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных, которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. То есть, действительно, Соломон попал в точку, когда просил мудрости. Ну, а почему, собственно говоря? Что это за такое великое приобретение мудрость? Что это такое вообще мудрость? Это довольно непросто понять и определить, что такое мудрость. Люди ищут знаний чаще всего, и в представлении людей знания сопрягаются с мудростью. Вот если я буду много знать, я буду весьма мудрый человек. Но знания – это не мудрость еще. Знания действительно являются базисом, может быть, основанием для мудрости, но не исчерпывается мудрость знаниями. Можно много знать, и быть, к сожалению, человеком весьма немудрым. Ну, я напомню, что произошло с нашими прародителями. Говорит Священное Писание, что Адам и Ева соблазнились, ища знания. Они решили вкусить от этого запретного плода. Почему, собственно говоря? Потому что таким образом они хотели приобрести знания. Они хотели управлять, они хотели быть подобны Богу, который все может. Вот это знание, вожделенное знание давало им как будто бы ключ к управлению. Но от мудрости, к сожалению, они не проявили. Не надо было идти таким путем для того, чтобы стать подобны Богу. Надо было обратиться, если бы была мудрость у них, конечно, не нам осуждать или как-то выносить вердикт над Адамом и Евой, но все-таки, если бы была мудрость, они бы обратились, наверное, к Создателю и попросили его, Господи, мы хотим иметь знания, мы хотим иметь такие знания, которые помогут нам управлять и садом, и вселенной, и самими собой управлять. И я уверен, история бы человечества повернулась совсем иначе. Но они поспешили получить знания, а вот мудрости, к сожалению, не получили. И сегодня очень много людей заканчивают одно образование, второе, третье, курсы проходят, стремятся получить побольше знаний. Действительно, это неплохо, это все хорошо, но это еще не есть мудрость. Мудрость у нас с опытом. Вот когда приходит опыт, тогда приходит мудрость. Ну и это тоже отчасти правильно. Действительно, когда мы приобретаем жизненный опыт, проходят годы, сегодня, оглядываясь назад, каждый из нас скажет, ну вот зачем я так поступал, надо было бы иначе. Вот если бы теперь мне этот ум, который я имею в 20 лет, в 25 лет, наверное, все бы было построено совсем иначе в моей жизни. Но даже опыт не есть мудрость. И, к большому сожалению, мы имеем много примеров, когда люди, имеющие опыт, поступают весьма безрассудно и действуют совсем не так, как надо было бы действовать. Да, опыт помогает, но не всегда он используется правильно. Вспомните, еще, наверное, свежа была в памяти у самого Соломона и у окружающих его людей история с Саулом. Саул имел колоссальный опыт военных действий. Он умел вести войну и успешно умел вести войну. Но куда он употреблял этот опыт? Для чего? Гоняться за Давидом, убить Давида. Армия для этого использовалась. Использовались все современные ему средства, связи, все для того, чтобы уничтожить Давида. Мудрости не хватало для того, чтобы использовать правильно опыт. И, к сожалению, в наше время тоже слишком часто мы видим людей весьма пожилых, но поступающих неразумно, очень опрометчиво поступающих. Собственно говоря, мудрость – это нечто большее. Мудрость – это, конечно же, знание, это, конечно же, опыт, но это умение оперировать знаниями, это умение употреблять их правильно, умение распорядиться своим опытом в правильном направлении. Один мудрый человек как-то сказал так, что если есть опасность, то глупый человек попадает в эту опасность и не может выпутаться из нее. Умный человек, если попадает в опасность, он знает, как выпутаться из опасности. А вот мудрый человек вообще не попадает в эту опасность. В этом есть отличие мудрости от знания, от умности. Оказывается, мудрость – это способность понимать что, зачем и почему. Вот что, собственно, составляет собой мудрость. Вот что просил Соломон, и вот что, собственно, он получил. Он получил не просто знания, он получил гораздо больше, чем знания. И вот эта способность понимать обстоятельства, способность правильное решение принять, эта способность очень нужна нам в повседневной жизни, она нужна нам в духовной жизни, она, собственно, нам постоянно нужна. Но как получить эту способность? Как обрести эту мудрость? Очень интересно, что Соломон обретал мудрость вот таким необычным образом. Люди, может быть, тоже хотели бы, каждый, наверное, хотел, чтобы Бог являлся ему и просил, и, наверное, теперь мы уже научены из Библии, мы бы стали просить сразу мудрости, если бы у нас была такая возможность. Но на практике мы стараемся каким-то другим способом приобрести мудрость. И опять-таки здесь есть слишком много путей, как приобретать мудрость, обычную, земную, душевную мудрость. Писание говорит, что мудрость, оказывается, бывает разных родов. Можно быть мудрыми, то есть умение правильно поступать в бытовых условиях, бытовых обстоятельствах, в политике. Может быть, умение правильно поступать в бизнесе. Это все можно приобрести. И можно приобрести через знания, можно приобрести через опыт. Можно даже приобрести и необычным путем. И сегодня различные экстрасенсы, гадалки, ворожеи, всякие способы предлагают, как человеку обрести мудрость даже вот таким сверхъестественным путем. Но это вся мудрость, о которой Иаков пишет, земная, душевная или даже иногда бесовская мудрость. Это тоже мудрость, но мудрость, которая идет на разрушение, мудрость, которая не направлена на созидание. А вот Соломон просил, собственно, другую мудрость. И вы знаете, что Священное Писание тоже предлагает нам, чтобы мы, если мудрости не достает, просили мудрости. Иаков пишет в своем послании, 1 глава Иакова, 5 стих, там написано так, что «У кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». У кого не достает? А у кого, собственно, ее достает? Ну, собственно, у всех не достает. Но почему-то не все просят у Бога. Всем не достает, но не все просят. Почему так? Наверное, надо осознание того, что мне не достает мудрости. Наверное, необходимо прийти к этому пониманию, что мне мудрость нужна, причем не обычная мудрость, которую я получу на курсах повышения квалификации, или не та мудрость, которую я получу с годами через опыт, а нужна сверхъестественная мудрость. Нужна мудрость, приходящая свыше, которая совершенно другого качества, которая может помочь мне оперировать правильно в духовном мире, и, естественно, и в материальном мире также. Вот эту мудрость, собственно, надо просить. Соломон обратился к Богу. И вот интересно, почему, как он узнал, что надо просить у Бога мудрости? Ведь в то время еще не было написано послание Якова, он не мог прочитать это из Библии, о том, что надо просить мудрости у Бога. Но, очевидно, если мы читаем внимательно всю жизнь, предшествующую жизнь Соломона, жизнь его отца Давида, то мы можем сделать вывод, что, очевидно, Давид все-таки очень много сделал и хорошего для воспитания своих детей. Мы отмечали уже, что Давид не всегда правильно воспитывал своих сыновей. Много ошибок он допустил. Но было что-то очень важное и ценное в воспитании, которое Давид давал своим детям. И Соломону, и Авесолому, и всем остальным. Не все принимали это, но он работал над этим. Читая, в всяком случае, псалмы Давида, мы видим, как он наставляет своих детей. Например, 33-й псалом, псалом Давида. И там он обращается и говорит, придите, дети, я научу вас страху Божьему. Он начинает учить их страху Божьему. Он, может быть, действительно иногда пропускал важные вещи в педагогике. И потом жестоко расплачивался за свое невнимание к детям, за то, что он мало времени проводил с сыновьями. Но вот что важно было бы отметить, Давид, как отец, все-таки видел главное. И понимал, что самое главное – это вложить в детей вот этот страх Божий, который был у самого Давида. Давид отличался от Саула, от всех других людей своего времени, да, собственно, и последующих времен. Он отличался каким-то особым отношением к Богу, высочайшей посвященностью Богу. Для него общение с Богом, для него жизнь с Богом была превыше всего. Он был царем, он владел людьми, у него была власть, деньги, все, собственно, у него было. Но он почитал все это за ссор, потому что сравнивал это с тем, что дает ему общение с Богом. Почему его псалмы так популярны? Почему столько тысячелетий люди читают и не могут начитаться этими прекрасными жемчужинами поэзии? Да потому что они пронизаны вот этой любовью к Богу, они пронизаны страстным желанием быть вблизи к Богу. Несмотря на все его падения, несмотря на ошибки, но вот это понимание близости к Богу, страх Божий, любовь к Богу, вот это у него доминировало, и он умел это передать. Люди окружающие его чувствовали. И, собственно говоря, когда мы читаем о самом начале царствования Соломона, то уже тогда мы видим, что Соломон проявлял мудрость. Давид обращается к нему еще до того, как Соломон получил вот эту сверхъестественную мудрость, исходящую свыше, еще до этого Давид обращается к сыну своему и говорит, ты по мудрости своей поступи вот с тем-то и с тем-то так и так. Ты обрати внимание вот на это и на это. Давид сам, возможно, не всегда знал, как надо поступить. Может быть, Давид сам понимал, что мудрости у него не хватает, но он пытался воспитать вот именно это правильное отношение к Богу у своих детей. И у Соломона это получилось. Соломон действительно имел, особенно в молодые годы, он имел очень правильное отношение к Богу. Он искал этой мудрости, он стремился к мудрости. И тогда, когда Господь явился ему, для него не было необходимости взвешивать варианты, рассуждать о чем-то. У него, естественно, как здесь говорит Господь, на сердце Твоем было просить мудрости. Вот это было на сердце, вот это очень важное состояние и положение. Это то важное, что должно быть у того, кто действительно жаждет и желает мудрости. Я думаю, что мы с вами тоже очень ответственны за наших детей. Во многих вопросах мы обязаны материально как-то их обеспечить, и обеспечить их душевную жизнь, чтобы они были достаточно подготовлены интеллектуально, чтобы они имели хорошее образование. Но самое важное при этом – не упустить духовную жизнь. То есть правильно расставить акценты. расставить акценты так, чтобы дети понимали, дети, возрастая, чувствовали, что самое важное – это просить у Бога, просить у Бога мудрости, просить у Бога помощи, страх Божий, просить благословения. Вот это те вещи, которые должны войти, собственно говоря, в наших детей, если мы действительно хотим, чтобы они могли ответить, ответить, правильно ответить на тот призыв, который Господь рано или поздно совершает каждому человеку. Соломон как раз ответил. Но вот что интересно, еще одна важная деталь – мудрость всегда приходит со смирением. Мудрость обязательно связана со смирением. Казалось бы, это совершенно разные вещи, ну, разные добродетели. Можно обладать мудростью, но не обладать смирением, кажется, на первый взгляд. На самом деле не так. Мудрость и смирение – это, собственно, одно и то же. Это где-то настолько близкие понятия, что некоторые даже считают, что мудрость – это ум, умноженный на смирение. И эта формула, наверное, действительно очень близка к истине. Тогда, когда мы проявляем смирение, вот тогда только наши знания начинают превращаться в мудрость. Тогда, когда человек гордо возносится, он не только не получает от Бога ничего, потому что считает, что у него и так все есть, я и так мудрый. Но тут даже больше. Он, когда не имеет смирения, он не имеет возможности слышать тот голос, который руководит им. Потому что мудрость, по сути дела, заключается в том, чтобы услышать, как Господь руководит, почувствовать. Это не просто собственный опыт, и мы можем принимать решения на его основании. Но это есть неземное водительство, которое должно присутствовать. Начинается это водительство с того, что человек должен установить правильные отношения с Богом. Если человек далеко отстоит от него, то мудрость его будет, но будет весьма и весьма ограниченная. Вот этой небесной мудрости, как способности распознавать природу вещей, способность распознавать внутренние пружины и мотивы, которые двигают людьми, как возможность видеть мир без пелены греха, без пелены чувств, а таким, каким он есть на самом деле, как видит его Господь Божьими глазами. Вот это все возможно только тогда, когда человек получил уже усыновление от Отца Небесного, когда он стал в правильное положение перед Богом. Без этого основания о мудрости, исходящей свыше, говорить не приходится. Но уже после того, как человек получил это основание, уже после того, как он обратился к Господу в покаяние, а, собственно, это и есть тот способ, как получить усыновление, для этого надо просто раскаяться перед Господом, понять свое состояние, признать свой грех и просить, чтобы Господь исправил, чтобы Господь дал новую жизнь. И тогда, когда Он дает новую жизнь, вот тогда и только тогда начинается путь приобретения мудрости. И тогда мы можем уже не просто накапливать знания, но мы начинаем понимать, зачем нам эти знания нужны. Человечество сегодня имеет колоссальные запасы знаний. Оно дошло до того, что знает, как, скажем, выращивать помидоры круглый год. Но помидоры, которые мы покупаем зимой, совсем не такие, как мы покупаем летом. Человечество хорошо знает, как сделать атомную бомбу и уничтожить все живущее на земле. Я читал, что сегодня запасы ядерного оружия составляют такие размеры, что можно пять или даже шесть раз уничтожить все живое на земле. Я думаю, а зачем пять раз уничтожать? Ведь достаточно и одного раза. Ну и что, что есть эти бомбы, есть возможности управлять космическими аппаратами, есть возможности сегодня сообщаться легко между людьми, есть интернет, есть мобильные телефоны. Стал ли человек от этого лучше или счастливее? Действительно ли мы сегодня живем более счастливо, чем жили наши прабабушки и прадедушки? Это очень большой вопрос. Когда слушаешь или читаешь рассказы старых людей, как они жили, как они неспешно ехали на Валахе из Одессы в Киев, то, в общем-то, удивляешься и думаешь, ну, а действительно ли мы что-то приобрели от того, что мы сегодня летаем на самолетах, от того, что у нас сегодня известно, что произошло в Австралии, ну, а, собственно говоря, что нам от всего этого? Оказывается, человечество не стало более счастливо. Наоборот, имея комфорт, имея все удобства, человечество становится более несчастным. Сегодня депрессанты – это самое, собственно, популярное медицинское средство. Почему? Все вроде бы есть. Общество должно продвигаться к прогрессу. Если прогрессу, значит, и к счастью. Совсем не так. Совсем не так. Оказывается, мудрость не в том, чтобы иметь комфорт или не в том, чтобы иметь много техники, а мудрость может заключаться в чем-то совсем в другом. И человеку, в конечном счете, когда он подходит уже к краю, после которого начинается вечность, человеку в этот момент становится понятно, что все те усилия, которые он предпринимал, возможно, были направлены не в ту сторону. И не слишком мудро он распоряжался жизнью своей. Вот интересно, что Соломон просил мудрости для управления народом. И он получил мудрость для управления народом. Он действительно управлял превосходным образом. Мы читаем много историй, как он судил людей чудесным образом, как он распознавал, кто прав, кто виноват. То есть он умел управлять народом, он принимал правильные решения, организовал прекрасные города с запасами пищи. Он умел вести так, что не было никаких войн за 40 лет его царствования. Установил самую высочайшую цивилизацию, построил храм, имел прекрасных скакунов, очень много золота, все имел. Но вот интересно, что он не просил мудрости для того, чтобы понять смысл жизни. И всю свою жизнь он фактически искал этот смысл. Вот читайте «Экклезиаста», книга, которая написана царем Соломоном. «Почитайте притчи его, и вы сразу увидите метущуюся душу человека, который обладает всем». Он пишет о себе. «Я был царь в Иерусалиме, в моем распоряжении было все. Хочу певцов – пожалуйста, певцы. Хочу удовольствия – пожалуйста, тебе удовольствия. Хочу знаний – будут тебе знания. Все в его распоряжении». И он приходит к выводу «Суета, все суета, все никчемно. И мудрец умирает точно так, как и глупец. И нет никакой разницы между ними». И только в конце этой книги он начинает приходить к пониманию, что оказывается сущность-то всего не в удовольствиях, не в развлечениях. Сущность всего не в том, чтобы много иметь, а сущность всего заключается в очень простых вещах. «Бойся Господа и заповеди Его чти». В этом все для человека. Пройдя такой длинный путь, он обретает вот эту глубочайшую мудрость, мудрость человека, который испытал все. Мы с вами находимся в некотором смысле в лучшем положении. В лучшем положении потому, что мы имеем Писание, которое уже открывает нам богатейший опыт человечества, открывает нам сам опыт Иисуса Христа, открывает нам волю Бога, который стоит за этим Писанием. И из этого Писания мы уже знаем, чем заканчиваются поиски людей, чем заканчиваются, какой неудачей заканчиваются их попытки обрести счастье собственными способами. Мы сегодня видим опыт истории человечества, когда люди перебирали и пытались каким-то образом найти мудрость, мудрость для себя, мудрость в гармонии, иметь гармонию с миром, иметь гармонию с собой, иметь гармонию с семьей своей. Как эту мудрость найти? Все эти попытки оказывались неудачными, если человек не шел в направлении, которое уже сам Бог определил. Поэтому фактически, когда мы говорим о мудрости, мы говорим, если мы говорим о настоящей, высшей мудрости, мы говорим о том, что может дать Бог. Конечно, Он дает это на базе наших знаний, на базе опыта, но если Он не откроет нам, как надо поступать, что надо делать, для чего это все делать надо, ничего у нас не получится. Поэтому, если мы хотим иметь истинную, глубокую, полную мудрость, обращайтесь к Богу. Он дает все это просто, но прийти к Нему надо со смирением. Не с вызовом, не с требованием, а со смирением. И если мы со смирением приходим и просим, Господь дает. И Он готов давать это сегодня, Он готов давать это до конца существования человечества, потому что Он любит нас. И дал бы Господь, чтобы мы действительно воспользовались этим великим благом и получили от Него высшую мудрость для того, чтобы управлять собой и прийти к Нему в славу Его. Аминь. Помолимся Господу нашему. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» По адресу Картамышевская, 9,� puedes facts здоров Society» «Фусть Господь захошел你 в Onun» «Симон» «Ютдо»